МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конференция – это один из шагов по оказанию максимального давления на Иран. В рамках этих усилий, с точки зрения Вашингтона, необходима лучшая координация между его ближневосточными союзниками – Израилем и Саудовской Аравией. Несмотря на то, что главные темы встречи – кризисы в Сирии и Йемене, Палестино-израильское урегулирование и борьба с терроризмом, все-таки центральной из них стал Иран, сообщает агентство Associated Press. На вопрос «почему?» достаточно информативно ответил гостек США Майк Помпео. Мы не сможем достичь мира и стабильности на Ближнем Востоке, не столкнувшись при этом с Ираном. Это просто невозможно, потому что Тегеран имеет огромное влияние в Ливане, Йемене, Сирии и Ираке. Я не могу назвать это влияние позитивным. Три буквы – ХА, Хуситы, Хамас и Хезболла. Это реальные угрозы. Между тем, организаторы конференции в Варшаве уже столкнулись с жесткой критикой из-за подобного отношения к Ирану. Многие эксперты заметили, что простое обсуждение проблем на Ближнем Востоке практически ничего не дает, поскольку реализовать какие-либо договоренности, особенно если решения принимались без участия России, Ирана и Палестины, очень сложно. Отмечу, политика Белого дома в отношении Тегерана стала довольно сильно расходиться с политикой Евросоюза, особенно после того, как в прошлом году США вышли из ядерной сделки, а члены ЕС остались в ней. Между тем, одновременно с конференцией в Варшаве в Сочи проходит трехсторонний саммит России, Турции и Ирана. Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Таип Эрдоган обсуждают возможные пути политического урегулирования сирийского конфликта, а также ситуацию в провинции Идлиб, которая по сей день остается оплотом террористов. Встреча должна стать частью астанинского процесса. Некоторые эксперты считают, что конференция в Варшаве и саммит Сочи проходит в один день не случайно. Россия борется с США за влияние на Ближнем Востоке, и они хотят провести собственную конференцию. По моему мнению, отказ от участия в этой конференции означает отстранение от важных процессов. Более того, стало известно, что Польша заключила в США соглашение о покупке 20 американских ракетных установок. Стоимость сделки более 400 миллионов долларов. Вместе с ракетными пусковыми установками Польша также получит боеприпасы, учебные и логистические пакеты. Многие аналитики расценили этот шаг как разновидность присяги на верность НАТО и США. На этом у меня все. Альфия. Жадра, ну вот если бы организаторы конференции в Варшаве пригласили Иран тоже, Тегеран принял бы приглашение? Что говорят эксперты по этому поводу? Как говорят эксперты, Иран, конечно, бы принял это приглашение, но Соединенные Штаты и Израиль в таком случае не приехали бы на эту конференцию. Ну что ж, спасибо. С международным обзором с нами была Жадра Джазина.